Продвигаемся на Белогорске. Бывает же выражение жуткая дорога. Это точно соответствует этой дороге. Потому что, во-первых, пока мы проехали от Осублакского, от этого родника, который с трубы течет уже миллион лет. И до этой точки ни одной встречной машины, ни одной попутной. Все, мы здесь одни. Как будто машина времени. Мы попали вообще. Почему? Это же про легче проехали. Шевролет у Наташи где-то проехал. У кого-то, наверное. Дрон вроде функционирует, но только, по-моему, что-то не отключается. Что-то маленькое у него там мозги накрылись после того, как мы врезались в лэп. Это нам нулевой, просто попался ноль провод. Если попался тот, который под напряжением, то там бы... Я уж, конечно, не знаю. Дуга, конечно, не достигает. В общем, кто знает, напишите. Можно поймать дугу между дроном и пультом управления. Если нет мозгов у пилота. Ну и вот эта страшная история, которая... О, радуга. Какая красивая там. Вон она. И вот эта страшная история, которую они по тысячам написал, как выпившие 8 человек с Белогорского спускались до Субулака, а был мороз немаленький. И так через каждый километр потом утром. А они после работы. Автобус ушел, и они решили добраться до дома вот пешком. Он по этой дороге вот. И потом утром собирали трупики через каждый, грубо, километр. Потому что люди были выпившие. Вот видите, как береза наклонилась. Люди были выпившие. И шли-шли по этой дорожке. И постепенно замерзали. А никого не было. А можно поверить, вот как сейчас, никого нету. Ну, раньше-то как бы процветали. Белогорский, Особулак. Люди по несколько раз могли в город съездить. Потому что автобусы ходили чуть ли не 5 раз в день. Ну, 5 раз в день, и даже 10 раз в день. У нас Тавриха. Потому что и Старево, и Ставрии было, например, там попутных еще автобусов миллионы из Каменки, из Пролетарки. Во-первых, Тройницка. А, да, вот машина. Ура, ребята. Ну, все, тогда. Мы в 21 веке. В 2021 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...